То есть любой турок напротив вас, будучи в кофейне, он потенциальный гадальщик. Как это? А очень просто. Вы берёте чашечку кофе по-турецки, выпиваете, переворачиваете, допиваете до состояния, когда она одни стаканчика. Гуще. Остаётся гуще. Переворачиваете её не от себя по правилам, а к себе. Если желаете ускорить предмет готовности. А куда переворачиваете? На блюдечко? Ну, на блюдечко ставите. Вы никогда не гадали, Евгений Иванович? Я вообще никакого отношения не имею к этому миру, я действительно не знаю. Это выглядит приблизительно следующим образом. У вас здесь блюдечко. На блюдечке стоит чашечка с кофе по-турецки. Вы её выпиваете до состояния, когда остаётся одна гуще. Допили. Следующий момент. Не дожидаясь ничего, вы эту чашечку двумя руками переворачиваете не от себя, а на себя, и ставите её на блюдечко. И ждёте. Она должна охладиться. Значит, для охлаждения некоторые сверху кладут кольцо или какой-то металлический предмет. Потом какое-то время выждав, допустим, минут пять или десять, уже дальше вы это можете передавать сидящему напротив вас турку. И с вероятностью 99,9% то лицо турецкой национальности, которое сидит напротив вас, оно чётко знает, что в такой ситуации надо делать. Слушайте, я понял, почему у меня с этим всегда плохо. Ни разу не получалось гуще, я растворимую всю жизнь пью. Да вы что? Очень трудно получить гущу для гадания с раствориного кофе. Гадать на низ кафе, три в одном, это очень сложно. Никак не получается, никогда даже не задумал, почему, теперь понял. А вот дальше любой турок, вот любой проверенный личным опытом, любой турок на основании вот этих сложных узоров, которые у вас на дне стаканчика и на стеночках его, вам расскажет вот всё. Они в этом смысле большие артисты. И как они вот так вот бросают и рассказывают про судьбу, про будущее, прошлое, казённый дом и всё остальное, это просто залюбуешься. Так что вот что, вот с этим бороться, парламент по вечерам там тоже, там сам гадает или парламент угадает, на инфляцию, на длинную дорогу. У нас такое, по-моему, всё-таки только на тему знаков зодиака, гороскопов, близнецы, то-сё, и дальше начинается, вам на этой неделе необходимо вкладывать деньги в долгую, и вы не поссоритесь с тёщей, если её не увидите. Удивительно, на самом деле, открытие. Вы имеете в виду, что там такие очевидные вещи? Ну, гороскопы во всех газетах у нас присутствуют, но именно по зодиаку, либо по году, там, подходите вы к крысе или нет? Я сам знаю, что я к крысе не подхожу, но как есть, крыса не моё, хоть даже она и родилась в другой какой-нибудь год. Ну, зодиакальные вещи в Турции тоже присутствуют, но это, как говорится, это очень что-то примитивное. Есть вещи куда как более сложные даже, чем карты Таро, чем гадание на кофейной гуще, есть более такие продвинутые способы, там, допустим, гадание на воде, на стакане с водой. Да вы что? Точно, точно. Из-под крана или какой-нибудь? Не-не-не, там специальная вода, там специальная вода нужна. Там всё расскажут, когда обращаетесь. Как вы можете гадать по воде? Вода, она и в Африке. Человек смотрит в воду и вам всё про вас рассказывает. Слушайте, когда-нибудь это очень забавно. Турецкий гадальщик, который меня не знает, смотрит в воду и всё мне про меня расскажет. Я покушать люблю и так видно. Есть настоящие звёзды этого жанра в Турции. Все их знают, но у них уже есть репутация своя. Конечно, в газетах они не дают своих объявлений, но Турция, эта страна, пронизанная родственными и дружескими связями, все всё знают. То есть достаточно кинуть клич и сказать, ну вот мне надо подгадать, хорошего гадальщика порекомендуете, и у вас тут соберётся солидное досье людей, которые это делают, умеют. Заметьте, им это не мешает, китайцам это особо не мешает. Они только перед Олимпиадой зачистили гадальщиков, страшно. У меня там друг профессор ездил, снимал фильм о Китае, и ровно перед Олимпиадой это было, и у него специально была идея, уличные гадальщики в Пекине, книга Эдзин, там по черепаховым панцирям, а партия решила, что это вредно для имиджа Китая перед туристами. И они их всех зачистили, выслали на 101-й километр или уж на 1001-й, это же Китай, и они никого не нашли. А зачем? Это такая же туристическая достопримечательность, как и всё остальное. Более того, в турецком языке есть пословица, которую можно на русский язык перевести как то, что не верь гаданиям, но и не оставайся без гадания. То есть гадай себе, гадай много, с удовольствием, но верить всё-таки надо относиться к этим вещам с известной долей скепсиса. А уж есть и более сложные вещи. Турция — это страна широко развитого оккультизма. А в чём это выражается? Они, ну, опять же, привороты, всякие магии, чёрные, белые. Турция — это страна, которая помнит о том, что, или, точнее, ищет свои доисламские какие-то корни, они очень живо интересуются, допустим, шаманизмом. Именно поэтому, допустим, будучи в Турции, мне часто приходится слышать вопрос, а живут ли в Сибири до сих пор шаманы? Ну, живут. Шаманят ли они до сих пор? Шаманят. Шаманят. Вот, кстати, статья для туризма. Это очень большая могла бы быть статья для туризма, потому что людская вера в чудеса, она, пояснему, безгранична. Она трансгранична, я бы сказал. То есть турки... С удовольствием, брат. С удовольствием, с удовольствием. Очевидцы вспоминают, как святейший покойный Алексий, патриарх наш Редигер, что-то там на тему Алроса приехал в годы он наедавние Бориса Николаевича Ельцина освещать. Ну, потому что Алроса – это очень крупный игрок. А там якутские ребята со всех улусов собрали всех шаманов. Не видя в этом никаких противоречий. У него даже лицо не дрогнуло. Он просто там шаманы кружат и, естественно, светишь совершенно спокойно, с чувством высочайшего профессионализма, совершает соответствующие действия. Потому что, ну, шаманы же тоже люди. Ну, что же их теперь? Ну, и шаманы на него, надо сказать, с большим уважением смотрели, потому что они понимали, что это главный в русской православной церкви. И пусть по конституции, может, этого и не сказано, но самый главный шаман страны – это всё-таки патриарх. И они к этому относились очень по-взрослому и очень серьёзно. Ну, я сейчас совершенно не шучу и не ёрничаю. Вот это было. Но надо сказать, что он был просто человеком всё-таки мудрым и чрезвычайно правильно себя ставившим в этом мире. Так что я представляю себе турок в Якутии, конечно, турецких инвесторов. А их нельзя туда затащить, сказав, что только там они действительно в виде остались практически только там. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok